Всем привет, меня зовут Илья. Вот и наступила осень, наступил сентябрь, а я, естественно, уже успел заболеть. Но я надеюсь, что этот факт не сильно мне помешает в сегодняшнем видео. А сегодня я расскажу вам, дорогие друзья, о величайших бас-гитаристах, о которых должен знать каждый, уважающий себя исполнитель на бас-гитаре. Это басисты-новаторы, которые привносили, развивали инструмент, благодаря которым люди по всему миру, тысячи людей брали в руки инструмент, благодаря которым бас-гитара жила, благодаря которым был интерес к этому инструменту, и без них было бы все гораздо хуже. То есть это самые влиятельные басисты-новаторы, о которых должен знать каждый. Основной критерий сегодня это новаторство, то есть это какая-то фишка, какой-то элемент техники или элемент звука, или какой-то философский элемент, который повлиял на дальнейшее развитие бас-гитары, который используется по сей день. То есть это басисты-новаторы. Не просто крутые исполнители, не просто техничные бас-гитаристы, но и новаторы. В общем, в самом конце будет, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, самый влиятельный басист всех времен и народов, в самом конце, чтобы была интрига, естественно, чтобы вы сразу там посмотрели и ушли. Нет, чтобы как бы постепенно мы к этому придем. Вот, так что, дорогие друзья, готовьте чаек, доставайте бас, потому что мы сегодня поиграем крутейшие рифы, первоклассные, мощнейшие, как обычно, как обычно у меня на канале. В общем, поиграем, посмотрим, послушаем. В общем, доставайте бас-гитару. Начнем. Ой, когда все это кончится. Никогда. Начнем мы со Стэнли Кларка. Это бас-гитарист-новатор, который стал основоположником концепции сольного альбома на бас-гитаре. Сейчас многие скилловые техничные бас-гитаристы, известные, стремятся к записи своего сольного альбома на бас-гитаре. Это альбом, который состоит полностью из полноценных произведений для бас-гитары, с мелодией, с аккордами. И мало кто знает, что именно Стэнли Кларк стал прародителем вот этого самого явления в музыке, как сольный альбом на бас-гитаре или на контрабасе, хотя сейчас это довольно распространенное явление, и сейчас этим никого не удивишь. Стэнли Кларка также часто называют освободителем бас-гитары, так как он один из первых показал миру, что бас может быть независим от других инструментов, независим от солистов, от сольных инструментов, от вокалиста. И на нем можно исполнять полноценные сольные произведения с аккордами, с мелодией. В общем, в этом и заключается мощнейшее новаторство Стэнли Кларка, и трудно недооценить это. Хотя у нас в русскоязычном сегменте он, на мой взгляд, гораздо менее популярен, чем Маркус Миллер, чем Вутон, хотя по величине своего влияния он однозначно их превосходит. Предпочитают Стэнли Кларк играть на басах олимбик, это такие бутиковые басы с 27 ладами, с активной электроникой, с грифом тонким, скоростным, хорошо подходят для слэпа, для сольной игры, с ярким, выразительным, сольным звуком. Вот так вот. Я подготовил сегодня партию, известнейшую, наверное, одну из самых таких любимых партий многих Стэнли Кларка. Это «Школьные дни», «School Days», которая, наверное, самая такая его известная, такая популярная партия. Хотя у меня получилось немножко отсебятины такое, но в табах будет более правильно. В общем, «Школьные дни», Стэнли Кларк – известнейшая вещь. «Школьные дни» Пасториус. Считается, что он коренным образом изменил функцию бас-гитары. Существует такая легенда, что как-то в интервью у Стэнли Кларка спросили, «Стэнли, а как ты оцениваешь игру Жака Пасториуса?» На что Стэнли сказал, «Конечно же, Жака Пасториус – величайший бас-гитарист всех времен народов, ведь у него суперские 16-е ноты». Конечно же, в этом слове, в этом ответе было унижение Жака Пасториуса, потому что, конечно же, у него не только 16-е великолепно. Давайте же разберемся, в чем новаторские достижения Жака Пасториуса как бас-гитариста. Во-первых, он популяризировал и внедрил и развил технику гармоник – искусственных и натуральных флажелетов. Тем самым он расширил диапазон бас-гитары и показал, что это можно использовать очень активно, даже быть как тема произведения, например, «Портрет Трейса» сыграна тема флажелетами. Это первое. Второе – Жака Пасториус популяризировал и сделал мейнстримом безладовую бас-гитару. Сейчас многие копируют, пытаются приблизиться хоть чуть-чуть к звуку безлада Жака Пасториуса. У многих даже есть вот эти известных бас-гитаристов, копии безладового джаз-баса, как у Пасториуса. То есть это однозначно достижение и влияние на звук бас-гитары, колоссальное на звучание баса, на его расширение диапазона. Третье мощнейшее новшество Пасториус – это активное использование микроинтервалов, которые получались на безладовой бас-гитаре, так как у нее нет имперированный строй. То есть безлад позволял получать больше, чем 12 нот, больше, чем 12 оттенков. И Пасториус это активно использовал. И это было, конечно же, прорывным. И люди слушали и не понимали, как же это получается такое, как сыграть такую мелодию. Все это благодаря безладовому бас-гитаре. Жака Пасториус активно участвовал в группе «Ваза Репорт» с Джозе Венулом. И самая его прослушиваемая композиция – это «Чикин», это «Портрет Тресси», «Комон Ко Номер» тоже одна из самых его прослушиваемых на данный момент композиций. Пол Маккартни. На данную секунду Пол, скорее всего, является самым известным бас-гитаристом за всю историю музыки. Пол был гениальным мелодистом, который сильно развил функцию бас-гитары в поп-музыке, в поп- и рок-музыке. Пол Маккартни играл мелодичнее всех остальных. Он пытался дополнить и украсить основную мелодию песни, основную тему песни при помощи баса. Внести максимальный импакт в общую картину произведения. Не просто бахать картошки, играть низ, как это было в основном принято, но и вносить свой положительный импакт в песню. После распада «Битлз» в 1970 году Пол также продолжал свою сольную карьеру, очень даже успешную. Одно из самых известных и играемых произведений Пол Маккартни – это «Ком Тугезер». Рифф, который для меня лично – это, наверное, один из самых первых риффов на бас-гитаре, который я вообще сыграл. Каноничный рифф, который я рекомендую учить, если вы новичок. Это хороший вкус, хорошая школа и каноничный рифф. В общем, Пол Маккартни, конечно же, заслуженное место в топе басистов-новаторов. Виктор Вутон – современный новатор-виртуоз, широко любимый в мире бас-гитарист, особенно в русскоязычном ютубе. Вутон довольно сильно оказал влияние на технику слэпа, на технику тэппинга, развивал ее и делал на бас-гитаре фантастические вещи, которые до него никто на бас-гитаре не делал. Также Вутон не просто новатор и музыкант, он еще и философ, он еще мощный мыслитель. Дайте мне уйти! Не хочу! Для него музыка – это язык. Вот как вы общаетесь языком, словесным, словами, также Вутон использует и музыку. То есть для него это рассказ истории, для него это язык. Вутон довольно очень много на эту тему думает. Например, он критикует игру упражнений. Для него, если вы играете, например, много упражнений, то вам нечего сказать миру. Упражнение – это всего лишь должно занимать малую долю вашего внимания к инструменту. И как только вы отрываетесь от упражнений, то начинается музыка, по мнению Вутона. То есть нужно больше пытаться разговаривать с миром при помощи музыки, нежели играть вот эти технические какие-то упражнения всякие и так далее. Ну, в общем, вы меня поняли. То есть Вутон довольно мощный вклад, опять же, в бас-гитару внес, популяризатор бас-гитары. Я боюсь представить, сколько людей взяли в руку бас-гитару только потому, что они увидели игру Вутона. Конечно же, это выдающийся музыкант. Он состоялся как музыкант в составе группы Bella Flag, в такой фьюжн-команда. Мне, кстати, нравится эта группа. Я этим летом активно ее слушал. И там Вутон, мне кажется, раскрывается куда больше, и его там интереснее служит, нежели в сольных каких-то проектах, где звучит только бас-гитар. В общем, конечно же, Виктор Вутон мощнейший басист. И, кстати, у него еще он рассуждает на тему, что и характер человека сильно влияет на его музыкальный путь, на его становление как музыканта. То есть, например, если человек нехороший, грубо говоря, то навряд ли он сможет быть хорошим музыкантом, навряд ли он сможет состояться как музыкант. То есть Вутон мощный мыслитель, философ, не только виртуоз. В общем, конечно же, заслуженное место в топе новаторов. Виктор Вут. Маркус Миллер. Выдающийся бас-гитарист, в первую очередь, тем, что он смог значительно популяризировать и расширить аудиторию бас-гитары как инструмента. Он сделал бас-гитарную джазовую музыку более понятной, более доступной, более запоминающейся для большинства людей. И, опять же, я боюсь предположить, сколько людей взяли в руку бас-гитары после прослушивания пластинок Маркуса Миллера, после просмотра видео с концертов. Конечно же, Маркус Миллер один из таких влиятельных в этом плане музыкантов и бас-гитаристов. Также у него есть своя линейка бас-гитар, свой бренд бас-гитар Маркус Миллер. Миллер, опять же, который рассчитан на новичков, рассчитан на то, чтобы расширить диапазон, чтобы каждый, кто захочет, мог научиться играть на басу. Потому что этот бренд и эта линейка бас-гитар, она недорогая. То есть, довольно доступный бренд для широких масс. В этом тоже подчеркивается деятельность Маркуса Миллера на популяризацию этого инструмента, на развитие его, чтобы он не загибался, а наоборот развивался. Поэтому здесь Маркус Миллер, конечно же, заслуживает уважения. Далее Маркус Миллер, конечно, развивал технику слэпа. Он подчеркивал то, что слэп — это не просто удар большим пальцем, как бы бочка, подцеп указательным пальцем — это малый барабан. Классически такая схема слэпа нет. Маркус Миллер внедрил такую очень активную игру мелодии. При помощи слэпа у него это двуголосие, когда идет какая-то педальная бас, который постоянно держится, подчеркивает гармонию. И при этом играется выразительная, красивая, глубокая мелодия слэпом наверху. То есть, вот это такая характерная черта игры Маркуса Миллера. В общем, конечно же, Маркус Миллер — выдающаяся личность и заслуживает место в топе. И у меня для вас как раз риф, один из таких, на мой взгляд, классных рифов Маркуса Миллера. Джек Брюс играл вместе с Эриком Клэптоном в составе культовой группы Крим. Эта группа ни много ни мало остается у истоков рок, хард-рок и металл-музыки впоследствии. Джек Брюс — один из первых, кто вообще начал революцию в игре на бас-гитаре. Он один из первых внедрил в аккомпанемент импровизацию, отличаясь каким-то более энергичным, более напористой, энергичной игрой в аккомпанементе. И тем самым начал уже вот это вот движение к расширению функции бас-гитары. Джек Брюс оказал огромное влияние на многих роковых бас-гитаристов, о некоторых мы сейчас поговорим далее. Одни из самых таких культовых произведений группы Крим — это Sunshine of Your Love и White Room. Sunshine of Your Love — это, наверное, по культовости этот рифф можно сравнить, на самом деле, с «Дымом над водой». Я не шучу. Да ладно! Культовый рифф. И, насколько я помню, это, по-моему, первый рифф, который я вообще сыграл. Это был первый курс музыкальной школы, первый год. Мы проходили рок. Это вот в программе был у нас вот этот рифф. Он простой, но мне очень нравился вот этот блюзовая гамма, вот это вот, вот это вот хроматизмы. И это, наверное, первый рифф, который я вообще сыграл на бас-гитаре. Один из первых точно. Поэтому, если вы новичок, опять же, если вы новичок, опять же, рекомендую, если у вас есть интерес к бас-гитаре, хотите с чего-то начать, но не знаете, можно посмотреть группу Крим. Отличные рифф-очки, отличная культовая группа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГИЗЕР БАТЛЕР Влиятельнейший бас-гитарист-новатор в мире рок-музыки и метал-музыки. Играл в такой известнейшей группе, как Black Sabbath и у Оззи Осборна. Новаторство этого бас-гитариста заключается в том, что он один из первых придумал использовать дропы в своей игре для того, чтобы подыгрывать удобно, комфортно гитаристам. И после как раз Гизера Батлера это стало мейнстримом, и до сих пор многие бас-гитаристы жить не могут без дропов. И не только бас-гитаристы, но и гитаристы. В общем, согласитесь, серьезное новшество. Как ни крути, нельзя об этом не сказать. Также Гизер Батлер стал активно использовать один из первых педалей эффектов. Он использовал Вау-Вау, квакушку такую, которая с педалью, не автоматический, авто-Вау, а с педалькой. Активно использовал на своем пресижине черном. И также использовал Хорус и Флэнджер, что после него также стало мейнстримом. И сейчас многие культовые группы, например, группа Мьюз, просто не может себе представить жизнь, творчество без огромного количества вот этих Флэнджеров, Вау-Вау и прочего на бас-гитаре. То есть, опять же, культовый бас-гитарист, оказавший огромное влияние. В свою очередь на Гизера Батлера влиял Джек Брюс из группы Крим очень сильно. Вообще целая цепочка такая. Джек Брюс, Гизер Батлер и потом Клифф Бёртон. В этом топе Клифф Бёртона не будет, потому что он все-таки не такой новатор, как Гизер Батлер. И во многом копировал стиль Блэк Саббат. Даже у ранней Металлики там просто одинаковые практически партии можно встретить, как и у Блэк Саббат. Поэтому Клиффа Бёртона сегодня не будет, так как все-таки он не такой был новатор, как Гизер Батлер. Но такая интересная цепочка у нас складывается из метальных роковых бас-гитаристов. Вот так вот. В этом видео нашлось место и для выдающейся бас-гитаристки. Это будет Эсперанза Сползинг. Она у меня была в прошлом видео, я про нее уже рассказывал. Мы даже играли рифф ее, самый известный в прошлом видео. И почему же вы меня спросите, я ее решил сегодня добавить в список тех, о ком надо знать обязательно, в список новаторов. А меня поразил и удивил тот факт, что на данную секунду Эсперанза Сползинг является самой прослушиваемой бас-гитаристкой в мире. Из всех бас-гитаристов вообще. К примеру, для сравнения, Пасториуса слушают 235 тысяч прослушиваний в месяц у Пасториуса. У Эсперанза Сползинг 320 тысяч прослушиваний. Это делает ее самой прослушиваемой бас-гитаристой. То есть ее слушают даже больше, чем Пасториуса. К примеру, Маркуса Миллера слушают по статистике, по цифрам, 255 тысяч в месяц примерно, плюс-минус. То есть, опять же, у Эсперанзы 320 тысяч. То есть ее слушают больше, чем Маркуса Миллера, больше, чем Пасториуса. 148 тысяч в месяц слушают Вутона. То есть больше в два раза, чем Вутона ее слушают. Представьте себе. Никаких шансов. К примеру, у Тел Винкельфилд 32 тысяч всего прослушиваний в месяц против 32 тысяч у Эсперанза Сползинг. Извините, как бы в 10 раз больше. Это заслуживает уважения. Это меня удивило. Это подогрело у меня еще интерес к ней. Послушать ее, так сказать, понять получше, повнимательнее, поглубже. Поэтому Эсперанза Сползинг – это выдающееся достижение, одна из самых прослушиваемых бас-гитаристок в мире. И однозначно сегодня в моем списке. Ларри Грэм – один из тех музыкантов, который придумывал традиционный слэп и внедрял его в игру на бас-гитаре. Согласитесь, ничего себе такое новшество. Мощнейшее. В дальнейшем его теорию слэпа развивали и все остальные музыканты от Бути Коллинса до Вутона. Но основой закладывал именно Ларри Грэм. Один из тех, кто закладывал эти основы. Изначально задумка была в том, что у нас, к примеру, есть бас-гитара, есть рука, пальцы есть на руке. И у нас удар большого пальца имитирует удар большого барабана, бочки. А подцеп имитирует удар малого барабана. То есть это такая замена барабанной установки. Даже существует такая легенда, где-то я читал, что Ларри Грэм, когда из группы выгнали барабанщика, или его не было, или не могли платить барабанщику, не помню вообще, как это была история красивая. И Ларри Грэму пришлось в молодости имитировать именно игру ударных на бас-гитаре. И вот от этого и пошло вот этот стиль, который переродился в дальнейшем в классический слэп. В общем, Ларри Грэм один из новаторов, мощнейших бас-гитары, который повлиял очень сильно на вообще облик музыки, облик бас-гитары в истории. И так, дорогие друзья, вот мы подошли к номеру один, к самому великому бас-гитаристу всех времен и народов. Я не побоюсь этого слова, это отец бас-гитары, это тот человек, с которого началась история этого инструмента, тот человек, который начал писать и развивать этот инструмент, кто подтолкнул всю эту движуху, можно сказать. Это, конечно же, Джеймс Джеймерсон. Человек, который сформировал вообще представляление басового звука, как должен выглядеть аккомпанемент, огромнейшее влияние вообще на всех. Он звучал, это сессионный бас-гитарист был в первую очередь, он звучал на огромном количестве хитов того времени, 60-х, 70-х годов, это фанк, R&B, у огромного количества звезд он записывался и был востребованным. До поры до времени, пока не началась новая эпоха. Но это уже другая история. Джеймс Джеймерсон, басист, в чем его новаторство? Во-первых, он впервые в аккомпанементе, один из первых, если не самый первый, наверное, первый, кто начал использовать, например, 16-й в аккомпанементе, играть синкопы в аккомпанементе, играть хроматизмы в аккомпанементе. До него это было что-то из ряда вон выходящее, как правило, это 5-ая и 1-ая была. Он начал именно с таких радикальных преобразований. Играть октавы, надстройки аккордов, игра в две октавы, к примеру, он активно начал использовать. Игра контрапунктов различных и так далее. Значительно усложнив аккомпанемент, усложнив линию баса. При том, что его линии звучат очень самобытно, не похоже. Вот я записал для вас сегодня партию на песню Стива Вондера. Там записывал как раз-таки Джеймс Джеммерсон эту партию. Я не так, чтобы фанат был их творчества и не так много играл таких партий, но вот эта партия, она меня подсадила, прям я сидел, прям играл бесконечно. То есть настолько она прям меня затянула, закипнотизировала, настолько вот эти партии звучат необычно, интересно. На то время, конечно, никто так не звучал. Джеймс Джеммерсон топ-1, многие журналы ему дают первые места всегда. То, с кого началась вообще история бас-гитары, история развития этого инструмента. А вот место для следующего бас-гитариста в этом видео остается свободным. И я предлагаю вам, дорогие друзья, записать, вписать его в комментариях. Возможно, есть басисты, которые наибольшим образом впечатлили вас, или, может быть, даже заставили взять в руки бас. Есть и такие имена. Если они есть, пишите, посмотрим, кто у нас является самым влиятельным, выдающимся басистом, по мнению моих подписчиков. Также не забывайте подписываться на канал, не забывайте подписываться на моё бусте. Там будет нотное приложение к этому видео, там будет больше табов, чем записано. Потому что у меня не хватает физически времени все записывать партии. Поэтому там будет чуть больше, нежели те, которые были записаны. Но, опять же, там будет нотное приложение, плюс табы. Кому-то удобнее, например, каким-то отдельным файлом всё это разучивать. В общем, обязательно проходите, подписывайтесь. Вот и всё, собственно. Всё, что я хотел сказать. Вроде бы ничего не забыл, дорогие друзья. Не забывайте ставить колокольчик, писать комментарии от четырёх слов или трёх, как вам угодно. Подписываться на бусте. В общем, не болеть никому. Всем любовь, доброта. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!